ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВЕЛИКИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ Тангуты, Николай Михайлович, Тангуты! Не высовываться! Подойдут близко стрелять! Не хватало только сгинуть здесь, у тибетских гор! Сколько их? Сотни три! Стреляют, мерзавцы! В лаву разворачиваются, а нам деваться некуда! Сзади озера! Береги патроны! Вот и как жизнь поворачивается! С чего это тангуты пришельцев не взлюбили? В первом монгольском походе мы с тангутским караваном до самого Тибета дошли! Почти долхасы! Дружили даже с некоторыми! Только в лхас у нас тибетцы так и не пустили тогда! Тем более белокожих дьяволов! Николай Михайлович, они совсем близко! Не дрейфь! Фланги прикрывай! А то обойдут! Стрелять наверняка! Вот еще один упал еще! И все не останавливают! С чем мы и насолили? После первого похода в этих местах про нас такие небылицы рассказывали! Белые пришельцы, которых пуля не берет! Как там у вас? Никто не ранен? Все целы! Может не надо было в эту четвертую экспедицию ехать? Ну не могу я в четырех стенах сидеть! Душно! Ничего нет на свете лучше, чем скрип седла, запах полыни, степной простор, горы на горизонте! Сколько же я прошел? Десять тысяч верст! Двадцать! До нас тут на картах белые пятна были, что в Монголии, что в Китае, что в Тибете! Ого! Совсем рядом! Хорошо целятся разбойники! Остановились, Николай Михайлович! За кочки прячутся, за коней! Хорошо! Глядишь, отобьемся! Все-таки после меня много останется! И карты, и описание народов азиатских, и лошадка эта монгольская, низкорослая! Глядишь, моим именем назовут! Лошадь Пржевальского! Звучит! Это ведь сейчас про меня в газетах как пишут! Грубиян, карточный игрок, сам читал! Помещичий сын, с детства окружен раболепствующими дворовыми, нелюдим, человек грубый, иногда даже жестокий, деспотичный! Равнодушный к театру и литературе! Пржевальский вечно ворчит и недоволен всеми! А да! В газетенке-то писали еще, что я тысячи в карты выигрываю! Так ведь я на те двенадцать тысяч золота свою первую монгольскую экспедицию и снарядил! Кажись, отбились, Николай Михайлович! Да точно ли? Глядим оба! Точно! Уходят! Гляньте! Задали мы им жару! Не изменяет нам удача! Второй раз от разбойников отбиваемся! Вот только передохнуть они нам не дали! Переход тяжелый был, теперь уходить придется! Они ведь не успокоятся вернуться! Ничего! С дюжем! Не впервой! Командуй собираться! Хорошо, хоть лошади отдохнули! Рано нас хоронить! Может, еще в Африку отправимся! Всегда мечтал! Только вот денег на такую экспедицию никто мне не даст! А за карты я больше не сажусь! Проживальский всем известен! Но рисковать никто не захочет! Ничего! На Иссыкуль отправлюсь в Киргизию! Удивительной красоты, говорят, озеро! Вернусь домой, отчет составлю и снова в путь! Не выдержу я долго в Петербурге! На волю сбегу! Вспомнил, как у полкового начальства на Амур просился! Так меня на трое суток под арест посадили! Собрались, Николай Михайлович! Пора! Пора! Что там впереди? Тибет, Лхаса? Или, может, повернуть к пустыне Гобе? Жестокая земля! Слабостей не прощает! Но и прекрасная! Ни на что не променяю свою золотую волю! Черт их дери, все эти богатства! Вольную птицу в клетке не удержишь! Николай Пржевальский, русский офицер, путешественник, натуралист, исследователь Азии. Описал и нанес на карту десятки до него неизвестных горных хребтов, великие азиатские пустыни, верховья великих китайских рек. Только после путешествий Пржевальского была составлена достоверная карта Центральной Азии. Он почти 11 лет провел в походах. Прошел по Азии расстояние, сравнимое с кругосветным путешествием. Стал первым европейцем, достигшим заоблачного Тибета. На его могиле у озера Иссыкуль выбито путешественник Пржевальский. Так хотел сам Николай Михайлович, великий русский исследователь и первооткрыватель. Великие путешественники